Диверсант запускает в воздух ракеты, тем самым указывая путь фашистским стервятникам. На поиски диверсанта выдвинулись бойцы комсомольского истребительного батальона. Комсомольские истребительные батальоны формировались в основном из студентов вузов, которые и в годы блокады продолжали функционировать. Войска местной противовоздушной обороны, войска воздушного наблюдения, оповещения и связи бдительно наблюдали не только за воздухом, но и своевременно предупреждали и оповещали авианалёте. Оказывали помощь сотрудникам МКВД в уявлении и задержании вражеских диверсантов. Вы видите, как добровольцы комсомольского истребительного батальона поймали диверсанта. 25 июня 1941 года вышло постановление Ленинградского обкома и горкома ВКПБ о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в Ленинграде и Ленинградской области. К месту поимки диверсанта прибывает офицер штаба Ленинградского фронта. По законам военного времени приговор диверсанту мог был вынесен прямо на месте. Представитель штаба Ленинградского фронта отдает приказ начальнику патруля по законам военного времени расстрелять диверсанта на месте. Так будет с каждым, кто посягнет на нашу родину, кто посягнет на наш великий город. Диверсант расстрелян. Еще на одного гада на земле стало меньше. Наши бойцы оттаскивают тело расстрелянного диверсанта подальше от нашей артиллерийской позиции. Немецкие летчики все же заметили ракеты, которые были выпущены диверсантам и армада фашистских самолетов надвигается на город Ленинград. Говорили местные противовоздушные обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Расчет артиллерийского орудия занимает свои боевые места и готовится отразить налет немецких стрелятников. Фашистские самолеты приближаются к Ленинграду. Воздушная тревога! Воздушная тревога! От города Ленина. Простые герои, простые друженики войны. Они защищали небо. И попали. И набирали. Воздушная оборона Ленинграда осуществлялась вторым корпусом ПВО под командованием генерал-майора Захишина. Болевой информацией о действиях воздушного, в том числе морского и наземного противника, белесилы ПВО Ленинграда обеспечивали полки в нос. Голову не поднимать, а в таланку закрыты. Одному из немецких тревятников удалось пробиться к Ленинграду, и он сбрасывает на город свой смертоносный груз. Фашисты сбросились в свой смертоносный груз на город. Часть бойцов зенитного орудия ранены. Им начинают оказывать первую медицинскую помощь. На место павших бойцов становятся их боевые товарищи. Вы видите, на позициях появляется сам инструктор. Скольких бойцов вынесли на руках эти хрупкие девушки? А над тем временем на город подвигается вторая волна немецких самолетов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА